добрый день дорогие друзья я вас всех приветствую на своем канале всех моих подписчиков и всех тех кто еще не подписался надеюсь что вы подпишитесь на мой канал посмотрев это видео возможно еще другие видео вас заинтересует и это мой отчет о моих работах которые я выполнила за апрель месяц значит во первых если вы обратили вот я задержала картиночку вам пока покажу то что у меня уже готовая работа это болеро для моей племянницы которая ближайшие дни уже отправлю скоро выпускной и вот такое болеро я слезала вот так она выглядит сзади я еще его не отгладила ниточки не заправила но в принципе я думаю что все равно видно как выглядит конечно нужно было начали ниточки заправить и наверно показать потому что очень не хватает у меня катастрофически времени мне приехали кости дочь моя приехала и ничего не успевает делать и повязать хочется и ей уделить внимание вот и значит я закончила вязать платье по мотивам платья карими но сейчас я вот так вот подойду чтобы показать вам тоже еще не отгладила хочу сказать я же вязала на свою дочь его это платье идеально села идеально сейчас тоже ниточки осталось заправить рукавчик вообще по руке отлично все смотрится значит с этой стороны рукава у меня выглядит вот так то есть в общем очень хорошо все смотрится кто-то у меня спрашивал из моих подписчиц хотелось бы посмотреть как выглядит рукав конечно очень сложно показать на манекене но сейчас дочь уехала соседние здесь губернию еще поехали немножко дальше завтра должны приехать и тогда я постараюсь еще снять видео на ней видео этого платья естественно отгладиться немножко не будет так выглядеть к и стянуто ну я думаю вы поняли принцип этого платья я могу себе поставить пять с плюсом я вот вязала уже не одно платье я говорю это уже третьим будет в моей копилке и это платье у меня получилось лучше всех я даже не знаю чего это зависело но вот посадка этот раз у меня получилось идеально и так сейчас я еще покажу а вот и пуловер радужный если вы помните я его вязала не торопясь вот в принципе вот такого такой он у меня будет как видите у меня осталось вот совсем совсем по чуть-чуть я хотела думаю довяжу а потом покажу одни идут я немножко не успеваю довязывать мне все нужно довязать до 10 числа вот здесь вот такой ну расскажу что он связан регланом сверху здесь вот специально я провязала 4 ряда вначале лицевой гладью а потом распределила реглан и у меня получилось такое красивое горлышко я не буду ничего делать так его и оставлю значит внизу широкая резинка видите какая большая резиночка опять же очень идеально села так как и хотела дочь здесь тоже рукав как бы немножко фонарик вот здесь резиночкой он подтягивается видите так вот симпатично смотрится остался мне вот уже резинку сейчас начну вязать резиночку довяжу закрою углой и пуловер будет готов сейчас я этот же пуловер покажу на другом манекене посмотрите разницу на другом манекене смотрится совсем по-другому это говорит о том что разный манекен по-своему передает как и разная фото разная модель и так далее но в целом я думаю понятно что я хотела вам показать мне тоже очень нравится и я очень довольна что на расстоянии только по замерам я все тютелька в тютельку сделала вот сейчас я еще покажу другие мои работы и это будет мой новый проект который я буду вязать в этом месяце в май значит смотрите это у меня будет выражение номер три это кокетка такая как мы уже с вами вязали и здесь после кокетки вот обратите внимание идет другой узор еще я не решила это будет кофточка или платье но скорее всего что это будет платье очень мне нравится значит все те кто смотрит мои видео и у них возникает вопросы по поводу того что фалдит вот здесь вверх я хочу сказать что вы первоначально не паникуйте потому что во первых когда вы свяжете росток вот у меня в данном случае уже росток вывезен здесь вот свяжете подрезы вот подрезы здесь у вас кокетка сядет так чтобы у вас горловина оформилась присядет но даже если после этого случая у вас будет фалдить вы всегда сможете подтянуть ниточку в каком смысле провязать допустим столбиком с одним накидом и допустим захватывая сразу 2 2 вершинки предыдущего ряда то есть это можно поэкспериментировать сделать допустим другую обвязочку очень много вариантов поэтому здесь как говорится эксперименту нет предела но и в то же время я хочу сказать что лишнее допустим вязать смысла не имеет потому что если у вас и так верху фалдит и вы говорите что просится еще рапорты то это не так потому что схема разработана именно под эту кокетку как она будет смотреться и я говорю тоже что я уже ни одну такую платье связала ни одну такую кокетку на разные размеры и на маленький размер ну скажем до 46 размера схема которую нужно вязать по схеме которая идет на 192 петли я сейчас когда буду выставлять это видео рядом с показом вот этой кокетки покажу эту схемку ставлю вернее эту схемку вот это проект у меня который я вязала который переходит на май месяц думаю мои я его закончу итак вот еще одно болеро которую меня сейчас находится в работе я его тоже еще пока не отгладила если вы обратили внимание смотрели мое предыдущее видео то я уже вязала такого же плана черная для заведующий вот и значит это тоже племянницы на выбор вот так выглядит спинка у него еще мне нужно связать рукава рукава еще не связаны и тоже мне нужно все это связать до 10 мая по это до 9 даже поэтому времени у меня катастрофически не хватает и я думаю вот сейчас я возьму сниму видео покажу вам то что у меня находится в работе потому что потом времени не будет вообще вот естественно когда дойдет до адресата эти дойдут болеро уже непосредственно на племяннице будет сделаны фото я их потом выставлю что-то вот тут видимо неправильно соединил и немножко топорчится ну и тоже нужно отгладить немножко от крахмалить чтобы все стало на свои места вот ну вот такую плана болеро так вот на таком этапе у меня находится ворожее номер два я даже не знаю какую я буду вязать ее в длину как я уже говорила по ширине я уже остановилась и скорее всего что буду продолжать ее вязать только после 9 числа потому что она мне не к спеху и значит все что от меня требовалось я в мастер-классах рассказала вот так у меня выглядит бог так выглядит спинка вот ну естественно эта туника для я вижу ее для себя сапожник без сапог поэтому в самую последнюю очередь все для себя но я уже например предвкушаю какая будет красивая туника прям вот мне немножко помялось хочу сказать что цвет тоже немножко не передается насыщеннее зелень чем на видео может здесь будет да вы знаете может быть вот это не так уж видите разные цвета передают по разному ладно ну в общем тоже что так как я начала вязать ее в апреле поэтому я ее показываю вам как процессы работы за апрель месяц из готовых работ у меня связался вот такой вот чепчик это я связала чепчик для мальчика столько искала в интернете чтобы для мальчика связать чепчик подруга дочери родила мальчика которому всего лишь две недели и они поедут в гости завтра и вот я быстренько связала вот такой вот чепчик такой маля пусечки так мне нравится вообще ну так как я не нашла в интернете самой долго искать было и хотелось что то чтобы было простенько и быстро и так как у меня нехватка времени я связала вот такой осталось купить ленточку завтра утром я пойду схожу в магазин куплю ленточку в день сюда чтобы можно было завязывать будет вот такая манипусечка лапусечка манипусечка скажем так мне очень нравится я надеюсь что и понравится мамочки потому что вот я как бы знаю что здесь у нас особо не разгонишься тем более чтобы так красиво было вот и что у меня еще в работе работе у меня еще вот такой топ вяжется из пихорка натуральный хлопок называется этикеточки к сожалению у меня нет потому что была куплена давно вы не представляете я ее еще покупала 250 рублей 5 моточков это я не знаю лет 5 наверное назад было сейчас все мои запасы постепенно истощается и все вот значит вижу видите каким узором то есть ажурными дорожками то будет простой вот я довязала до подмышечной части и здесь вот перед тем как переходить на рукав я увеличивала в каждом ряду значит десять раз ну так как я вижу в одну ниточку спицами по моему даже полтора очень тоненькие спицы вот и затем я набрала и у меня будет рукав сейчас я вяжу вот здесь в этом месте поворотными рядами нет бабушкиной или как же это вылетела с головы как это называется я в такой прострации устала от от своих гостей и от жары жара у нас началась ну вы меня а платочная вязка господи бабушкину вспомнила вот такое же бывает а и смотрите значит у меня потом когда я свяжу полностью рука будет отворачиваться вот таким образом по принципу топа ракель но только там увеличение идет гораздо раньше у меня здесь немножко повыше я стала увеличивать петли короче переделала я на свой лад и верхушка у меня тоже немножко по-другому будет там у топа ракель она вяжется одним полотном и перед и спинкой набираются петли и так далее я еще не решила значит буду ли я отдельным полотном вязать или вернее одним полотном или отдельным и пока у меня еще в мыслях нет но у меня рождается идеи за 15 минут могут несколько идей родиться сразу поэтому финал я еще пока не вижу а вот начало мне очень нравится ну во первых если вязать лицевую гладью то это как бы не простенько да но мне хотелось чтобы просто быстро потому что я вот можно сказать за один вечер связала до того места где начинать прибавлять потом мне нужно было рассчитывать сколько я прибавлю их сделаю и и отложила и вчера я немножко тоже где то около часа повязала набрала петли на рукава и ну не знаю несколько рядов там сколько рядов шесть наверное провязала и все больше мне никогда было это один топ и значит и уже . запуталась прошу прощения зацепилась что ж такое то все сложила в кучу так ладно вот это уже действительно я вижу то прокель вот значит я связала тоже до того места где уже у меня начались при бабочки я уже прибавляю уже вот начиная с этого места прибавки идут и уже скоро буду переходить на жалко него нельзя полностью не захватывает переходить на рукава здесь ниточка потолще сейчас я скажу как она называется это у меня ниточка бирюсинка значит 93 процента хлопок 7 из коза вы не представляете какая мягкая пряжа просто вот берешь у нее она такие приятные тактильные ощущения не знаю как она будет носиться но я думаю что и носиться потому что все таки 93 процента хлопка это достаточно много и я так думаю что вискоза придает ей мягкость но ниточка бесподобная вязать и вижу я с удовольствием хотела связать какой-то один из топов пока будет дочь уезжать но я уже чувствую что я не успеваю и придется мне отправлять почту ну хотя бы я пример очку сделай это уже хорошо вот что еще что-то у меня было еще ну пускай уже это останется а нет это не останется если вы помните я же вижу жакет просто хочу пока это я не покажу наверное продвижение хочу показать сколько я его уже провязала обратите внимание скоро я буду переходить на рукава вот я продолжаю его это у меня как отдыхалочка вот вижу вы не представляете какой он у меня большой а я так и хотела чтобы он был большой объемный видите сколько я и конца и края нет вот это я объемы себе зарядила но я показывала предыдущем видео отчет со прошлый месяц какой какой я хочу чтобы он у меня был вот и там предусмотрено что впереди должен быть большой запах поэтому я дома объемная и поэтому как бы нужно чтобы было можно больше и я для себя решила если допустим я свяжу и мне не понравится я распущу рукава и свяжу тогда будет покрывалка у меня этой ниточки достаточно вот я уже столько связала и у меня всего лишь второй моток используется поэтому нитки мне достаточно и так хочу еще сказать выгуляла я свою тунику белую которая у меня связана стиле бахо столько комплиментов я наслушалась столько мне сказали как она хороша на мне что она меня освежает и так далее но я хочу сказать я вышла всего лишь один раз успела выйти на улицу на улице у нас стало так тепло но обещают сейчас похолодание возможно похолодает и я опять смогу ее хотя бы еще раз одеть а вообще я сегодня выходила на улицу вообще тоненькой шифоновой кофточки и жара у нас прям ну летом летом вот сейчас я еще покажу покупочки свои вам мне пришлось совершить вынужденные покупочки сейчас я начну с них значит я купила 3 мотка ниточки ярнарт лили и лили лу каждый называет по-своему но я называю лили вот я купила три моточка для каких целей во первых я вязала два балеру у меня уже получается для заведующей все продолжаю вязать сейчас мои гости уедут и я довяжу эти балеру потому что после 9 буду ложиться в больницу там то уж у меня много времени будет не знаю смогу я мастер-классы снимать или нет но уж вязать там я уж точно смогу вот и мне нужно будет довязать мне не хватило ниточки черной вот такой вот это я ниточки коку покупала покупала пять штук мне ушли все пять штук и вот еще я купила два потому что мне не хватило на рука но теперь у меня в достатке будет этой нитки я на всякий случай оставила и потому что рукав сейчас я вижу три четверти вдруг она она хотелось длинным рукавом и вдруг она скомандует чтобы я все же длинным рукавом есть связала мне придется тогда довязывать и чтобы уж потом не бегать и просто довязать я купила и купила еще вот такую ниточку вот с нее не нужно было связать шапочку я пошла покупать но мне настолько понравился цвет камера опять не передает насколько он такой небесно-голубого цвета бесподобно ну мне очень нравится и я тоже хочу связать топик дочери на платье не хватит потому что я купила 5 моточка больше у меня денег не было не поэтому значит свяжу ей топик сейчас лето и хочется мне повязать дочери но я про вас ни в коем случае не забуду мы будем вязать с вами в этом месяце я же вот уже обещала начнем вязать скатерть красивейшую очень красивейшую скатерть и опять же ну если вы обратили внимание у меня на канале уже ни одна салфеткой скатерти мне кажется они очень красивые такие необычные неординарные скажем так вот еще вот такая пихорка натуральная куплена была мной я покупала когда-то тоже давно вот пять штук и связала из мотивов кофточку дочери она ее не снимая уже носит наверно года три и она мне попросила горит мама я хочу такую же только с другого мотива и вот у меня там оставалось два таких моточка но я думаю что это будет мало я докупила еще один три то я думаю 300 грамм за глаза хватит у 200 я думаю что может не хватить вот поэтому подстраховалась купила один моточек и дочь мне привезла на подарок из москвы вот такую пряжу называется она лето когда-то я на канале разыгрывала такую пряжу вот и у меня больше ее не было дочь увидела купила тоже еще пока не знаю что я с нее буду вязать кто вязал с ней знает что это за ниточка говорят что нитка бесподобная в 50 граммах 350 метров и это у нас написано высококачественная пряжа на что ж у нас тут а вот значит 75 хлопок и 30 и 25 микрофибра у девочки такая пряжа бесподобная он по крайней мере я не знаю я с нее не вязала но вот я когда трогаю и ниточка такая оставляет очень приятное ощущение поэтому вот у меня сразу эмоции такие так что извините если кому-то режет слух что хочу сказать еще у меня в этом прошлом месяце начиная с прошлого месяца где-то с 20 числа случилась неприятная ситуация с моей партнерской программой аир на которую я подписана которая хоть и малая денежку но все равно как бы переводит мне естественно я рассчитываю на эти деньги оплата интернета на телефон положить иногда бывает там чуть-чуть еще и остается поэтому как бы все равно уже я их включаю в бюджет свой бюджет так сказать а здесь 2 до 20 числа я не паниковала то что они не оплатили после 20 числа уже я начала интересоваться что за причина почему не платят начала смотреть видео начала ходить по форумам очень много нелестных слов о них почитала о том что они не выплачивает блокируют аккаунты сейчас тем более политика идет на ю тубе по поводу проверки аккаунтов но я как бы не пользуюсь никакой чужой информации выдают только свою информацию которая переработана моим трудом скажем так и нигде не не украдено ничего заблокировать меня и не выплатить для меня это было конечно еще же я мнительная какая вы же меня уже те кто давно знает вернее кто подписан давно на меня и смотрит мои видео я же мнительная все близко к сердцу принимаю в общем мне пришло на почту письмо о том что у них там какие-то технические неполадки с переводом этих денег и что они обязуются оплатить до 30 числа ну я опять в режиме ожидания до 30 числа 30 числа приходит мне опять электронное письмо на роботы передают эти письма что задержка опять по техническим причинам оплатим до 5 числа 2 числа я им написала письмо уже в мессенджер у них там личный кабинет в мессенджер написала спросила говорю объясните хотя бы причину по какой причине вы не вы не выплачиваете вы говорите что вы оперативно реагируете на письма пожалуйста хотя бы скажите по какой причине не выплачиваете тишина сегодня утром я написала в саппорт ну и опять же с тем же так сказать смыслом о том что вот так-то ну рассказала всю ситуацию сколько времени я жду что объясните если есть какие-то нарушения на моем канале то значит разъясните если какие-то другие причины тоже расскажите представляете я только это письмо отправила через полчаса мне приходят деньги на карту пришло перечисление и вот вы представляете вот я даже не знаю как то ли обижаться на них то ли наоборот говорить им спасибо что так оперативно среагировали на мою жалобу ну то что они конечно в режиме ожидания меня полмесяца продержали и тот кто живет как говорится с копейки тот конечно меня поймет кто не живет так тот скажет что я очередной раз жалуюсь а я не жалуюсь я просто рассказываю ситуацию чем не жаловаться ситуация случилась и она есть и я рассказываю так как есть то есть рассказываю негатив и рассказываю позитив то что там сработала фир ну кто там менеджер или кто в саппорте что прочитали письмо и так оперативно решили мою так скажем проблему но опять же никто ничего не ответил мне по поводу того что почему была такая задержка причем считая вот сейчас уже скоро через неделю будет формироваться уже отчет за следуюсь за апрель месяц а мне только вот получается сегодня на оплатили но с другой стороны хорошо что я что они мне как бы перед праздником подняли настроение спасибо хочу вам сказать за то что оперативно среагировали но и высказываю если вы вот смотрите представители аира партнерской программы аир мое видео конечно есть вот негативная сторона того что вы не отвечаете на вопросы я понимаю что у нас здесь очень много но если мы подписали с вами договор то уж будьте любезны как бы хоть как-то реагировать на нас потому что когда у меня стали появляться видео интересные на канале очень много ваших представителей присылали мне сообщение о том чтобы я подключилась к вашей программе и какие вы хорошие и так далее и так далее но вот видите полгода у меня не было никаких проблем с вами но говорят и на старуху бывает проруха говорит что каждый имеет один шанс ошибаться посмотрим что будет дальше вот на этой позитивной ноте позитивная она в каком смысле том что смысле что все таки они выплатили я хочу закончить свое видео пожелать вам всем весеннего настроения хороших марис майских праздников уже один прошел скоро у нас второй праздник будет уже сказала хорошего весеннего настроения чтобы у вас жизни было побольше радости подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх чтобы как можно больше людей посмотрели мои видео что-то может быть почерпнули из того что я вам показываю поделитесь своими друзьями не жалейте времени ведь это сделать всего лишь одна секунда вот все до новых встреч до новых видео а с вами была ирина показывают все так что сейчас